У нас сегодня в личном утре Андрей Сацтинч, руководитель кафедры физической химии, химического факультета Латвийского университета. Доброе утро. Доброе утро. Ведут программу Марис Морканс. Наталья Михайлова и звукорежиссер Евгений Исан Копеин. Да, ну и как обычно, личное утро до 10, поэтому, пожалуйста, приглашаем вас задавать вопросы нашему гостю. 672-12-939 и 672-13-939. Мы прочитали про вас в молодежке, хотел сказать, о бывшей молодежи, вести сегодня. Вот это большое интервью, они искали одного человека, нашли вас. И получился очень интересный разговор. Мы захотели тоже вас позвать. Вот, и вы у нас. И расскажите нам, как вы стали химиком. Да, тогда надо вернуться. Было это давно. Очень давно, далекое детство, когда у меня было 5 или 6 лет. Бабушка сушила валерьяновые корни на крыше сарая. И вот как-то кошка съела их и начала там всякие кувырки делать. И тогда у меня первая проблема возникла. Почему кошка после валерьянки становится дурной, а у бабушки ничего. Едет шай и все нормально. Ну, это у вас такой теоретический вопрос возник сразу, да? Да, да. Ну, я, может, тогда несознательно. Второй случай, в том же самом возрасте, ну, я в Вергле родился и жил, и там бои сильные были во время Второй мировой войны. И я как-то из одного снял капс, да, с могилы эту каску, бронекаску, и надел себе на голову. И там оказались красные муравьи. Тогда получился такой шум, что из соседних домов там на 800 метров приближали меня спасать. А не кусались? Конечно. Злые. Да, это муравьиная кислота, как я сейчас знаю. Тогда я ничего не знал. Но тоже какая-то химия. Ну, можно было таких много назвать, но самое такое, не знаю, там рассказывать или нет, послевоенное поколение все-таки. И имели очень много дел с боеприпасом. У каждого мальчика, чтобы был престиж, там надо было тротила иметь, килограммов пять, за что сейчас сужают в тюрьму. Да. И когда учительница в школе рассказывала, что бензол горит с зимняшим пламенем, я поднял руку и сказал, что тротил тоже горит с зимняшим пламенем. Этим очень гордился. А что, учительница? Ничего, ничего. Ну, не знаю. Я-то сам в школе улегся математикой. Участвовал в двух олимпиадах республиканских, там призови места завоевал. И все считали, что я стану математиком. Но как-то пошел учиться на химии. А почему же? Кто вот сыграл роль, так сказать, все-таки? Если вы математик, ушли, это же очень серьезно, олимпиады и так далее, и вдруг химия. Ну, я химия тоже. Учитель, может быть, какой-то или что? Да, да, да. И учитель химии, учитель математики, они были очень строгие. Учитель математики, он там имел, по крайней мере, три прозвища. Такие, очень такие приятные, как будто бы для нее. Но она до этих олимпиад меня довела. И учительница химии тоже была строгая. Там ставил такие акценты, какие полагаются. Ну, и, может быть, и... А, нет, я вообще-то хотел поступить в летное училище. Это еще до математики? Уже когда приезжал в Ригу сдавать документы. Да. И в тот день была такая жара... То есть, в Алкснице или что? Или это еще не Алкснице? Нет, техническое училище такое. Я даже не знал, где она находится. И в тот день была такая жара, градусов по 30-35. Я сидел под там кустом в парке и думал, как я найду эту школу. И вдруг вижу перед собой приемная комиссия. Это университетская приемная комиссия была. На это я так немножко шутку говорю, но я думаю, что семейные традиции тоже. Потому что моя мама тоже хотела стать химиком, вернее, фармацевтом. И училась. Ну, по состоянию здоровья она не закончила. Ну, я думаю, что это, может быть, даже решающее было. Семейные традиции. Семейные традиции во многих случаях соблюдаются. Я еще раз скажу, кто у нас в гостях. Андрис Ацтенч, руководитель кафедры физической химии и химического факультета Латвийского университета. Надевайте наушники, есть звонок. Да. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день, Вячеслав Ильич Юрмова. Я учился у господина Ацтенча. И хочу сказать, что именно такие люди, как он и его коллеги тогда по аналитической химии Янсенс, Андрис Присис, Теликс, они именно сформировали у меня видение химика. И поэтому я думаю, что таких людей, которых вы приглашаете сейчас, надо приглашать побольше. Я вам хочу выразить сердечную благодарность за то, что он смог мне тогда преподнести. Это были 90-е годы. Мы иногда с ним видимся, редко пересекаясь. Возможно, он меня помнит. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам за добрые слова. Помните своих студентов? Всех? Ну, это по... По голосу. По голосу не узнаю. Не узнаете? Нет, ну, мне трудно узнавать. Не знаю, тысячи или сколько, две тысячи уже учились у меня. Ну, вот все-таки, а что вас интересовало в химии конкретно в те времена? Это же не фармацевтика была? Это сейчас химия в основном фармацевтика. А тогда-то химия – это другая была наука, наверное, да? Чем вы хотели заниматься в химии? Ну, надо помнить, что в те годы было так, что химия плюс электрификация – это основа коммунизма. Это во время Крущева. А все-таки химия, да. Да, да. И, может быть, это тоже в какой-то мере повияло. У нас был при поступлении бешеный конкурс. У нас на экзаменах вылетали с серебряными медалями, особенно по математике. Нет, поскольку я там на Олимпиадах участвовал, там все экзамены были сданы с хорошими оценками, за исключением немецкого языка, который я так в школе не очень поучил. Но все равно не был принят. Интерес к физической химии появился потом, уже после службы в армии. Меня с третьего курса собрали служить в армии, срочную службу. И как-то меня к себе прибрал тогда, точнее, это декан, создатель и восстановитель химического факультета в 64-м году. Ну и так я согласился. Хотя были другие приглашения тоже. Да, но вот советская химия, чем она занималась, чем она отличается от латвийской, если можно так выразиться? Есть такая наука латвийская химия? Есть. Есть. Да, передавая. Чем она отличается? Хорошо. Латвийская химия и передавая наука. Чуть попозже. А вот советская химия в тот момент, чем вы занимались? Вы работали в конструкторском бюро, по-моему, да? Да, в конструкторском бюро я работал всего лишь полтора года руководителем отдела контроля качества. Да. Это конструкторское бюро, Салспилс, он занимался плазмосинтезом. Это такая все-таки экзотика в химии. Когда все вещества или все атомы доводятся до температуры где-то тысяч градусов и при охлаждении там образовываются такие соединения, которых там обычно в лаборатории нельзя мечтать. Эти соединения использовались в космической технике. Ну и я где-то до 90-го года там проработал. Потом меня два раза приглашали обратно на факультет. Я подумал, что вряд ли третий раз пригласят и вернулся на факультет. Да. А вот чем вы занимались в этом конструкторском бюро? Вот в таком прикладном смысле. Вы работали в военно-промышленном комплексе, как я понимаю, на этот комплекс. Как и многие ученые. Ну засекреченные были, да, работы? С космическими аппаратами, да? Да, как будто бы да. Но там степень секретности не такой уж был. Скажем, когда я служил, у меня был второй допуск в секретном делу производства. Здесь, в Латвии, когда выносили, я еле третий форму получил. Ну вы уже и так все знаете. Что вам еще знать? С вторым уровнем допуска, да. Да. Ну да, это какой-то... Речь идет о буранах, да? Да, буранах. Челнокимногоразового использования, да? Да, буранах. Нитрит кремния, это пластинки, они выдерживают очень высокую температуру, и фактически салоспелцы делались эти порошки, нанопорошки, как сегодня следовало бы говорить. А, то есть это вот нанопорошки уже тогда делались, да? Да, 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 да. Их, именно в плазме, их можно было получить очень мелкие, и потом спекать, спекать, чтобы получить эти пластинки, которые можно обложить весь корабль. Да. Ну и, как вы знаете, когда эти пластинки отлетали от старта, при старте или как-то уже там не было особых надежд вернуться к экипажу. Это была очень серьезная проблема. Ну это вот все в основном для военных же, да, делалось? Много для военных, да. Ну я... И в некоторых приложениях я узнал даже совсем недавно, оказывается, что мы даже не знали, чем занимается в соседнем кабинете. Так было? Да, да. И контроль был жесткий. Когда я стал... А как это вот на практике происходило? Вот вы приходили на работу, вы там какие-то процедуры проходили, там, не знаю, и вас отделяли, вы друг друга не видели или что? Банкеты не были общими. Ну, банкеты были, да. Когда я стал заведующим кафедрой, я занял место, вернее, стол, где сидел предыдущий академик Тилекс, который был специалист по радиационной химии. И вот однажды ко мне приходят телефонисты и говорят, ты что, послушиваешь других? А там этот прибор контроля телефонных звонков. Такой тоже был заведующий кафедр должен был контролировать все разговоры с его лабораторией. Это в долгу было. Там это... Тогда занимались исследованиями по влиянию радиоактивного излучения, вернее, гамма-лучей на все, что угодно. Все, что... На живое, на неживое? Нет, 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 на неживое. Ну, скажем, на ракетные топлива, как-то не выдерживает радиацию, всякие боеприпасы, все, что угодно. Стерилизации тоже, которые имеют... Облучали семена огурцов, чтобы они там жили, вернее... Росли или не росли. Росли лучше, да. Лучше. Такой парадокс был. И что? Потом это применилось на практике? Да, да, да. То есть мы ели какое-то время радиационные огурцы? Ну, там отстаточной радиоактивности не было. Но какое-то химическое воздействие... Вначале? ...было, да. И там такая теория, что вот этот стресс, который получают при обучении, способствует развитию. А это как-то вот... Вот когда чернобыльская история случилась, и там вот эти гигантские какие-то вещи, это тоже из этого разряда? Может быть. Фактическое облучение – это химия. Чистая химия. Радиационная уже. Да, радиационная, да. Но если мы получаем какое-то облучение, то фактически разрываются всякие химические связи в наших молекулах. Эти радикалы образовываются, и они сцепляются по-другому. Образовываются яды. Но эти яды портят организм. Ну и получается так, что вот... А это было секретные такие разработки с этими огурцами? Нет, нет, это не было секретно. Там публиковались... Появлялись в магазинах эти огурцы потом? Ну это было на исследовательском уровне. А, на исследовательском. То есть их в практике применяли потом эти разработки ваши? Да, 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 конечно. То есть в магазинах они появлялись, по сути? Ну, не могу сказать. Вы, Наталья, думаете, сколько килограмм вы съели? Я удаю. На стерилизации была. Да, на стерилизации медицинских всяких принадлежностей. Там, ну, скажем, можно стерилизовать и пиво в этих склянках, но до этого не дошли. Ну, например, такое, которое нашло такое народно-хозяйственное применение, это радиационная модификация полимеров для того, чтобы термосождаемость, вернее, когда полимеры напряжены, и когда их нагревают, то они принимают предыдущую форму, такая память. Это для герметизации всяких соединений, но там наши химики, радиационные химики участвуют тоже со своей наукой. А как вы использовали вот Саласпилский реактор? Я сам лично нет, но фактически это был серьезный инструмент для исследований, для того же самого Академика Тилека. Ненадежный? Конечно, да. А он безопасный был? Да. Ну, какая-то опасность всегда существует. Ну, это понятно, потенциально. Может что-то повредить, и утечки могут случиться, и все подобное. Ну, я сам живу Саласпил, и реактор мне не мешает. Да, но там вот... Но помешало же. Нет, нет. Да, а вот эта вот гамма-установка, она же стояла в подвале факультета, да? Да, это называлось Кобальтовая пушка, там такой изотоп Кобальт-50, насыпали, это облицовка свинцовой толщины, там где-то сантиметров 10, чтобы безопасно было. Ну, и там в этой установке все облучали. Энергия очень высокая была, и интересно, что ее от времени надо было заражать. Тогда улицу Валдемарца перешни закрывали на ночь, вырубали окно, и по рейсам опускали в эту установку, там новые изотопы. Всех выгоняли из здания. А почему закрыли вот эту установку? Ну, она была переполнена. Да, а вот эти вот слухи о том, что закрыли из-за того, что там рядом Гунте Сумани сжил во дворце? Да, ну, журналист такой, подняли такую шумиху. Ну, очевидно, они начитались всякие эти криминальные, можно сказать, романы, как они называются, да? Время такое было тоже. Один такой я тоже читал, что с этой мощной рентгеновской лампой можно через дверь автомобиля воздействовать на водителя, на пассажира и погубить его. Ну, такие мощные установки были, я сам видел. Ну, это правда, можно было. Ну, я думаю, что да. Они назывались дефектоскопы для швов, швов подводных лодок и газопроводов, это мощнейшие. Еще звонок у нас, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, хочу сделать вам комплимент. Вы самый лучший следователь на радио Болтком. Следователь? Как вы пытаетесь информацию получить. Конечно, что мы зря сюда человека позвали, уже надо выжить все, что можно. Да, если была такая номинация, то я бы ее вручил именно вам. Как красиво, деликатно. Впереди попытки все равно получилось. И вопрос. Вопрос вашему гостю. Скажите, вы, ваше мнение касательно теории происхождения египетских пирамид, что это был первый бетон? Ух ты. Как бы вы могли прокомментировать теорию Носовского и Фоменко? Спасибо. Значит, это египетские пирамиды, да? Да. Что это был бетон там, первый. Насколько я знаю, что это не бетон, это просто карбонатные породы вырубались. Они довольно мягкие, их можно, я думаю, с тогдашними инструментами раздробить, разрезать. И я сам эти пирамиды не анализировал, хотя я некоторое время работал в химио-реставрации и с такими памятниками имел дело. С какими? Ну, с... Ну, пирамиды вы не анализировали? Нашими, да. Ну, хотя бы памятник свободы или братское кладбище. Там было время, когда... Они пострадали, да? Вредное воздействие оказывали вот эти кислые дожди, которые есть, да? И вот этот карбонат кальций, он преобразовался в гипс. Ну, и там надо было вот этот гипс все так удалять, он немножко растворимый. Потом еще очень активно у нас в Латвии, особенно в Риге, высаливание. Тоже серьезная проблема. Эти соли, которые появляются весной, когда сухой воздух, и они как по капиллярам строительства материала поднимаются, потом кристаллизуются, и там образуется бешеное давление, которое заражает бетон, кирпичи и так далее. Если кто-нибудь из радиослушателей хотел в этом уйдиться, пусть приходит на берегу Даугава, там, где президентский дворец. Эта стена очень сильно пострадала. Вот именно от высаливания. А как с этим бороться? Никак. Вернее... То есть, если мы сейчас отремонтируем этот замок, то потом через некоторое время все равно он там высалится? Он высалится. Нет, тогда надо гидроизоляцию делать. Я стажировался в Германии три месяца по этой линии, и там очень радикально, если очень ценное здание, то буквально спиливали, проставляли прокладки из нержавеющей стали в эту прорезь. И таким образом предопределили вот это поднимание каплярное, поднимание соленой воды. Ну и здесь, в Латвии, не только то, что сыпется зимой хлористый натрий, вернее, с повареной соль, да? Ну и много других солей. Вы имеете в виду, сыпется... Ну, с дождем и снегом. С дождем или сыпется людьми натрий хлор? Нет, ну, с людьми высыпают, но это нерешающе. У нас грунт забит солями. И чем лучше канализация в городе, чем больше солей. Ну вот, надо отказываться тогда от хорошей канализации. Солончаки образовываются, если все удаляется, вся вода утекает, да? Сейчас звонок примем еще один. Пожалуйста, надевайте наушники. У нас в гостях Андрей Садстенч, руководитель кафедры физической химии и химического факультета Латвийского университета. И, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем, пожалуйста. Слушаем, пожалуйста. Доброе утро. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, я хочу возвратиться к Ялтам, по Чернобыле все-таки, да? Ну, профессионалы получают задания и не получают, ему просто интересно посмотреть самому. Ну, очень-очень пострадала Латвия тогда, но касалось Латвии. И последствий. И я хочу еще второй сказать, что на Кронвода-4, это не самый страшный факультет был, а на Кронвода-1, да? Мы все вокруг него ходили, Орлил, Дейстан. Спасибо. Спасибо. Я прошу прощения, но мы полноценно ответим уже после новостей на эти вопросы. Мы записали все, ответим через нашу минуту. Нет, вообще, я могу сказать. Нет, мы ответим, просто у нас сейчас время новостей. Время новостей. Прервемся на несколько минут буквально. Да, ясно. Сегодня у нас в личном утре Андрей Сацкинч, руководитель кафедры физической химии, химического факультета Латвийского университета. И мы остановились на вопросе нашей радиослушательницы. Вот пострадала ли Латвия во время Чернобыля? Здесь два момента. То это радиоактивное облако, которое как будто прилетало через Латвию, существенного значения не имело. Я думаю, что практически почти никакого. Правда, это облако засекли радиогонщики, это атомные реакторы. И сразу там начали предупреждать и детские сады, и все тому подобное, что не пускали детей на улицу. Но вот эта служба радиационная безопасность атомного реактора, она зафиксировала и атомные взрывы на Новой Земле, к примеру. Или где-то там в севере, где они взрывались. Как там какие-то мегатонны взрывались, так это радиационное облако, оно распространялось по какой-то степени всему миру. Так что, наверное, в таком контексте, если смотреть, то мы кое-что получали уже многие годы до этого. Другой момент – люди. Люди, конечно, пострадали очень серьезно. Те, которые поехали туда? Да, которые поехали на спасательные работы. Они большинство стали инвалидами, получили группу. Я, поскольку работаю с той же синизирующим лечением, вернее, рентгеновским лечением на своей работе, я должен проходить медицинские обследования в так называемом разделе, отделе, страдания, отделе чернобыльцев. И там каждый год очень много людей приходит и, ну, как сказать, с жалобой на свое здоровье и так далее. Ну, есть даже исследования всякие, которые, скажем, пытаются установить фактические дозы, не то, которые они там по этим счетчикам получили, а, скажем, по зубам. Есть один исследователь, физик, который умеет это делать. Как это по зубам? По изменению состава зубов. Он дольше хранит информацию. Да, да, там можно дозу. Фактически, это зубы, некоторые материалы, они являются дозиметрами. Скажем, наш факультет, вернее, эти радиохимик, они тоже разрабатывали дозиметры. И есть такие кристаллы, которые запоминают, запоминают вот это то, что не случилось, сколько они получили облучения. И потом, когда эти кристаллы ставятся в прибор и нагреваются, вот эти дефекты, они взаимно уничтожаются и высвечиваются. Люминесценции происходят. И в зубах такое тоже видно, да? И в зубах больше что-то такое, да. То есть по зубам можно человеку просветить там рот, да? И видно будет, что у него накопилось, да, на зубах? Да, да. Постоянно велись. Да, это очень серьезно. Ну, там и фактически уже умершие многие, да. Хорошо, давайте поговорим о будущем латвийской химии все-таки. Вот я так понимаю, ну, во всяком случае, мне так кажется, что сейчас это фармацевтика и все. Или есть какие-то еще разработки стратегические, не знаю, над чем вообще работают латвийские химики? Передовая наука. Да, конечно, если о передовой науке говорить, то сам передовый институт сейчас у нас это институт органического синтеза. И он тоже работает на фармацию. Ну, и мы тоже на факультете работаем. Мы помогаем нашим промышленным предприятиям внедрить производство препаратов, не новые, но такие уже, которых истек, это патентный срок. Потому что в Латвии, в принципе, новых препаратов из-за нехватки финансирования создать нельзя. Это уже чуть ли не миллиард стоит новая разработка. А у нас госбюджет там, где-то там, не знаю, 5-7 миллиардов. И если сравнить с фармацевтическими гигантами, у которых прибыль 10 миллиардов, то Латвия, конечно, не конкурент. Но все равно, значит, химическая промышленность, это фактически фармацевтическая промышленность у нас. Не только это Гриндекс и Оланфарм, но есть еще 3-4 фирмы, которые этим делом занимаются. Ну, ладно, одно это фармация, но есть и мегатоми специалистов тоже для окружающей среды. Тоже очень модная тема сегодня. Экология дерева. Сначала всю среду мы испортили, теперь ее очищаем с помощью тех же химиков, получается так. Да, да. Ну, там это контроль. Потом, скажем, для контроля пищевых продуктов и так далее тоже нужны химики. И мы готовим также и учителей для средних школ, в том числе и для соседних университетов. Наш выпускник работает в высоких должностях в техническом университете, в сельскохозяйственном университете. То есть для коллег, для соседних университетов. Да, да. Вы скажите, что нужно знать родителям. Вы также улыбались, у вас какие-то есть примеры хорошие этих учеников? Ой, очень много. Учителя в школах. А, если в учителях, то, ну, наверное, поскольку на русском языке, я, наверное, перечислю как раз учителей русских школ, если не возражаете. Мы-то только очень даже приветствуем. Марьяна Тежа, учительница 92-й школы. Было время, когда лет пять, по-моему, подряд, каждый год из этой школы поступали ученики, которые участвовали в международных олимпиадах по химии. Если, скажем, один из школ случайно приходит такой, то это случай. Но если там из года в год такое, то это уже систематически, системически и безупречная, не знаю, как-то самоотверженная работа учителя химии. Также у нас много приходят из школ Далгопилса студентов, тоже хорошие. Там есть такой, я не знаю, как он, лицей, средняя школа, и там такая учительница Ирина Халатова. Тоже и в этом году на республиканской олимпиаде ее ученики заявили несколько призовых мест. Вот что можно сказать родителям, то, что переезжать в Далгопилс, я уже это понял, да, сказать родителям сейчас, чтобы они как-то своих детей направили в эту науку или как-то помогли с выбором профессии в будущем, как заинтересовать. Потому что я понял, что это очень востребованная профессия, да, не только фармацевтика, да. Где, в Латвии? Ну и в мире тоже, да. Конечно. Вот что можно, как можно привлечь внимание к химии? Наверное, немножко отклонюсь от этого так, в сторону луку, да. Дело в том, что учеба химии не такая уж простая, довольно трудно учить. Мы как-то стараемся приучить к регулярности систематической работы. У нас нет абсолютно никаких срывов учебных планов и так далее. И что странно, что наши химики могут поступить на работу в очень многих других смежных специальностях. Включая даже министерства, включая, например, даже институции, вернее предприятия, которые под министерством юстиции, под министерством внутренних дел, скажем, эти лаборатории судебных экспертиз. Ну там из года в год наши выпускники поступают работать. Я сам проработал в этом бюро судебных экспертиз, которое при министерстве юстиции 10 лет. И в результате этого создал на факультете курс судебная химия, который студенты выбирают. Потому что там много интересных вещей, она охватывает очень практически всю химию. Но если там еще добавить эти криминальные истории, то это им очень интересно. А как они потом трудоустраиваются? Все-таки всех, наверное, не возьмут в эту судебно-медицинскую экспертизу? Ну нет, один-два в год. Но интерес есть. И они даже сами ищут и интересуются, как поступить на работу в этих заведениях. Кто у нас самый, скажем так, передовой? Латвия, понятно, не, скажем, впереди планеты всей по химии. Кто у нас главный в химической отрасли из стран мировых? Нет, так не помню. В мире какая страна лидирует в химическом, в числе передовых в химии? Ну да, где две специалисты постоянно нужны? Химическая наука. Где развивается самыми горными темпами? Потому что сколько, как наши выпускники получают предложение, да? Получают предложение, да. Это Германия, Соединенные Штаты, Великую Британию, Финляндия. И охотно они уезжают? Необязательно. Дело в том, что они охотно выезжают стажироваться. Или по обмену, как это, на полгода, на год. Вот, скажем, один, ну, скажем так, мой ученик, он сейчас выдержал конкурс, 70 человек на одно место. Он же кончил Огольскую и среднюю школу, гимназию, да? И поедет на год в Соединенные Штаты дополняться. Ну, и один докторант тоже, его уже два раза приглашали в Финляндию, чтобы он поступал в докторантуру. Но все-таки остался у нас, и 26-го или 27-го уже трое моих докторантов защитят свои докторские диссертации. А сколько у вас всего докторантов? Одиннадцать. Одиннадцать? Да, очень много. У этого такой приплыв докторантов способствовал ЭСФ, европейское финансирование, да? И там у них были очень хорошие стипендии, где-то 800 лат, значит, сейчас больше тысячи евро, от которых еще не надо было платить налоги. Значит, они фактически получали... То есть человек мог заниматься наукой и ни о чем не думать особо. Получали наравне с профессором заработную плату. А профессор как реагировал на это? Нормально. Это очень мотивированные студенты были. Стабильность. Но эти студенты потом найдут здесь себе место, или они тоже уедут? Из моих докторантов один собирается уезжать. Один, я думаю, будет моим наследником на пост заведующей кафедры. Это один такой докторант, который курс магистратуры закончил с средней оценкой 10,00. Ого. Да. Ну, это какой-то химический гений, да, наверное? Ну, он... Нет, нормальный студент он. Успел жениться, спортом занимается. Сейчас ребенок будет уже у семьи. Но если он при такой нагрузке еще на 10 со средним баллом закончил, то он точно гений. Могу похвастаться еще, что он такая премия или стипендия Фревеля, которая там в Америке присуждается из года в год. Ну, там таких награждает наиболее способных докторантов. Так он в 2013 году единственный из европейских стран получил эту стипендию. Так что уровень хороший. Да. Я не жалуюсь на докторантов. А чем вы занимаетесь, когда вы уходите из лаборатории? Вот в обычной жизни. Что вы делаете? Есть ли у вас какое-то занятие, кроме химии? Решаю судоки. Ага. Под руководством жены. Немножко в огороде попаюсь. А вы применяете в огороде вот эти свои химические? Огурцы радиоактивные. Химические опыты какие-то? Ну нет, ну что там. Удобрения там какие-то специальные? Нет, специально нет. А пользуетесь удобрениями на своем участке? То есть можно, да, пользоваться и потом есть эти все овощи? Да, нормально. Вот, видите, химик говорит, так что не слушайте всяких шарлатанов. Вот вам говорит заведующий кафедрой физический. Нет, ну, профессор. Интересно, ведь нельзя. Скажем, насыпать-то много нитратов, да? Ну, вот неприятность получиться. А какая, кстати, неприятность, если вот переесть нитратов? Ну, довольно серьезные. Можно даже и до рака дожиться. Ой. Давайте. Есть такие ситуации, что эти питьевые воды иногда загрязнены нитратами. Скажем, близи ферм больших, свиньих ферм, или ферм, у которых скоты, скот не ращивался, да? Ну, питьевую воду можно в Риге пить с крана? В Риге? Да. Конечно. Нормальная питьевая вода. Питьевая вода поступает, ну, как будто кажется, довольно грязная источник. Это ГЭС, Рижский ГЭС и Балтезерс. Они очень тщательно очищаются. Нормально. Еще звонок, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Вот у профессора развито чувство причинно-следственных связей, то есть логика у него работает нормально. Хотел бы узнать по поводу фашизма. Потому что наши политики этот вопрос не решают почему-то. Фашизм, философия, был рожден в Англии, затем финансирован и английской, и олигархией, и американской. Был проект Гитлер. Вопрос задайте, пожалуйста, у нас мало времени остается. Хорошо. И вот западная цивилизация, значит, пошла с фашизмом на нас. Теперь фашизм, мы видим, что она делает на Донбассе, на Украине. У нас то же самое может начаться. Что бы вы посоветовали, чтобы прекратить фашизм и чтобы не было войны в Латвии? Спасибо. Ну, такой, конечно, необычный вопрос, но можете, если хотите, покомментировать. Я думаю так, что этот радиослушатель, он разбирается в теории фашизма лучше меня. И он там уже начитан, да? Национальный социализм, как он развивался, ну, там немножко, это в Германии, я считаю, там представление имею. Ну, и, конечно, опасение есть, что некоторые государства, ну, не будем считать так, что признаки фашизма и проявляются и в России. Там же выходили, одеты в каких-то рубашках на улицах демонстрации и так далее. Ну, это, конечно, опасная штука, не знаю, как бороться с ним. А, кстати, с российскими вот коллегами вы сотрудничаете? Да. На химическом уровне, что мы, скажем так, друг другу даем в этом плане? Да. Ну, сейчас это сотрудничать мало, но в советское время оно было очень тесное. Я даже стажировался в институте электрохимии. Это в Москве? Да, в Москве. Потом у нас были очень многие разработки. Ну, всех я не назову, там такие города, которых даже на карте нет. Ну, например, с Саратовым, с Саратовским институтом химических источников тока. Мы там чуть ли не каждый квартал раз ездили в Саратов отсчитаться. Дело в том, что я сам специализировался по электрохимии. У нас была тоже, например, задача сделать эти аккумуляторы или химический источник тока, который работает при минус 60 градусах. Вернее, в просторах Сибири, с которыми справились тоже. Ну, и это было сотрудничать с этим институтом электрохимии в Москве, которым руководил один академик, Фрумкин, одиозная персона. Он первый академик Советского Союза, который это было звание присвоено. Единственный, которому при Сталине разрешили на английском языке издавать журнал. Journal of Physical Chemistry. Такой уровень хороший, да. Ну, сейчас у нас, скажем, есть научная статья, общая с химикой Московского университета. Ну, это эпизод. Эпизоды такие. Эпизод, и фактически это сотрудничество происходит через гриндекс, у которого, ну, скажем так, довольно значительный это российский рынок, белорусский, украинский рынок. Казахский, по-моему. Тоже, да. Они 95% продукции идут на экспорт. Экспорт. И в Айр-Витте Фрейберг там и прислаждал даже какие-то дипломы за экспортную способность высокую в свое время. Еще звонок, последний уже на сегодня, и будем заканчивать. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, не буду уже ехидничать, просто спрошу. Что господин Апстанич думает о том, что, в принципе, все человеческое поведение, все его эмоции, по сути дела, это всего лишь химические реакции. А то есть, и как он считает, когда-нибудь будет такое, что навязчивая идея, можно будет вылечить одной таблеточкой? Или, например, съел таблеточку и влюбился. Ну, или так. В принципе, такое можно, да. Или съел и разбил. Нет, ну, конечно, ради случаев прав, что все-таки у нас все, что происходит в организме, в основе у нас химические процессы, химические реакции. Ну, физика же тоже какая-то. Ну, физика тоже, да, но преобладает химией, биохимией. Это он прав. Да, и сейчас, в наши дни, очень важно уметь все-таки управлять этим в какой-то степени процессом. Во всяком случае, воздействовать на этот организм, чтобы какие-то недуги, излечитель, как это говорится, да. И вот это знание, знание биохимии, которой АС, я считаю, в нашем государстве, это Академик Калвинч. Да, он неоднократно у нас был в гостях здесь. Да, и они вот эту фактически идею о создании новых лекарственных препаратов именно основывают на химии живых организмов. Это верно. Ну, можно и по-другому тоже. Правильно, что человек, вот скажем, современный, он как раз-таки от всех напастей старается лечиться вот именно таблеточками, не пытаясь там как-то, может быть, не знаю, какими-то методиками там, не знаю, саморегулирования там на себя воздействовать. Духовными. Да, 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 практиками и так далее. Да, или алкоголем. А вот закинул таблетку и починил себя. Это правильно? Нет, думаю, что неправильно. Всё-таки я, конечно, не специалист, но всё-таки врачи и другие специалисты говорят, что пациентов 50 недугов, это на нервной основе. Ну, так и правильно получается тогда подобное лечится подобным? То есть, если у нас организм химия, значит, закинул туда горсть химии опять же и стал здоровым. А сколько человек? Почему нет? Почему вы не качаете? Нет, нет, нет. Ну, всё-таки психологии надо человека наладить. А сколько человек может за жизнь влюбиться? Сколько вот может в организм... Химических реакций. Сколько организм выдержит химических реакций? Не знаю. Запас прочности у человеческого организма безграничен. Я живу с одной женой, скоро будет уже 50 лет. Но химия не прошла? Ну, она тоже химик. Ну, вот у химиков у них всё по-другому. Ну, доктор химических наук защитил докторскую диссертацию в Институте неорганической химии. Но мы познакомились в университете. Я вернулся с армии, ну, и как-то понравилась одна там. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Андрей Састенч, руководитель кафедры физической химии химического факультета Латвийского университета. Спасибо, хорошего дня и до свидания. Да, спасибо. Если я чем-то полезен... Ой, ёлки, 10 часов, 10.30, извините. Да, мы закончим вот программу Вилли Марис Морканс. Наталья Михайлова. А также помогал нам звукорежиссёр Евгений Копин. Не переключайтесь, дальше все наши обычные пятничные программы. Оставайтесь с нами. Спасибо всем за внимание. Спасибо.